Владимир Поселягин Сопротивленец Осторожно отодвинув в сторону некрупный валун, что закораживал вид в нужную, я скривился от ноющей боли в спине. Та уже была привычной, все же почти сутки прошли после пыток, однако на спине у меня действительно не было живого места. Пытка кнутом, двадцать ударов, кожа на спине была рассечена в шестнадцати местах. Не знаю, о чем думал старик, когда приказал выпороть меня за непослушание, причем сделав это торжественно, собрав почти весь клан. Но теперь у меня нет семьи, и клан генсов для меня враг. Убивать не буду, все же два года прожил в этой семье, но полное игнорирование с моей стороны обеспечено. Нет их для меня больше, ни одна тварь не заступилась. Кто молча смотрел, кто с одобрением, все припомнили гады. На губах был соленый привкус крови, машинально проведя языком по нижней губе, я скривился. Сплошная рана, прокусил невольно, когда терпел экзекуцию и только мычал от боли, но не кричал. Старик, в смысле дед, глава клана, по моему мнению, поступил неправильно и излишне жестоко. Осматривая снежное поле, я вспоминал предпосылки того, что произошло сутки назад. Хотя, думаю, лучше начать с другого. Как я, Валерий Шихт, военный инженер-строитель в отставке, получил новую жизнь. Да как-как, сам не знаю как. Болел я, неоперабельный рак был к 78 годам. Думаю, умер, обезболивающее уже не помогало. А тут раз, начали видеться образы людей, что склонялись над моей кроватью. Все обрывками, пока я окончательно не пришел в себя и не начал соображать уже в новом теле. Помню, состояние у меня тогда было, как будто до этого меня долго били, а потом я себе все отлежал. Позже выяснилось, что у меня была местная лихорадка. Между прочим, при отсутствии лечения 90% заболевших умирают. Мне же посчастливилось попасть в 10% категорию. На самом деле, предыдущему владельцу этого тела не повезло. Он умер окончательно и бесповоротно. Ну, а я, получается, занял его место. О том, что было дальше, рассказывать можно долго. Но сейчас у меня никакого настроения не было. Да и не знаю, появится ли оно у меня. Поэтому расскажу кратко. Когда спустя несколько дней выяснилось, что я никого не помню и не понимаю, был вызван врач, дед, глава клана, скривился от расходов и дал добро. С учетом совершенной, но дорогой медицины, где бы меня подняли на ноги за час, дополнительные, хоть и невеликие траты удивляли, однако о причинах я узнал гораздо позже. Пришедший специалист-медик в белом комбинезоне долго меня осматривал явно какими-то высокотехнологичными приборами и констатировал полную амнезию. Это я тоже узнал позже. Он же посоветовал провести меня через стандартную процедуру обучения общему языку. Эта планета не входила в состав никакого государства и не входила в содружество, располагаясь на границе с фронтиром, но многое местными лордами было скопировано, они все еще надеялись вступить в содружество, как Украина в Евросоюз. Когда я более-менее стал вставать на ноги, меня отвезли в центральный район столицы, особняк главы клана находился в столице планеты, хоть и не в самом респектабельном районе. Так вот, меня отвезли в одну из государственных организаций, посадили в кресло, надели шлем, и буквально через полсуток я начал понимать язык, на котором говорят окружающие, а еще через несколько часов заговорил и сам. Умение читать и писать получил автоматически. С этого момента и началось мое изучение окружающего мира. Надо сказать, в первое время все поражало. Несмотря на кажущуюся дикость, многие ходили в шубах, так как температура редко, когда опускалась ниже минус десяти, да и то такое бывало только в самые жаркие периоды лета, но и то, что все это существовало с высокотехнологичными приборами и техникой. С зимой техникой не сравнить, все было куда круче. Это я вам как инженер говорю. В столице можно было видеть как телеги, которые тащили животные, похожие на сильно мохнатых буйволов, а также флайеры в небе и глайдеры. Естественно, техника принадлежала богатым слоям общества, все остальное беднякам. Некоторые вообще существовали на краю бедности. С учетом того, что на планете было полмиллиарда жителей и не все могли найти работу и прокормиться, отток беженцев в государства, которые состояли в содружестве, был силен. Местные лорды делали неплохие деньги на этом. Средняя зарплата была 500 кредитов. Плата за то, чтобы покинуть планету, составляла 50 тысяч кредитов. Причем для всех, даже дворян. Были тут и такие. Несмотря на сумасшедшие деньги за возможность покинуть Турию, делали это многие. Им помогали семейные кланы. Вот и старик экономил на всем, чтобы отправить хоть одного в космос и чуть позже получить результат. Через два месяца, когда я освоился и принял то, что мне дали второй шанс, я нашел для себя интересную работу и занялся ею. Работа заключалась в ремонте бытовых и других приборов. На серьезную технику мы не замахивались. А дело было так. Я как инженер в прошлом заинтересовался заработком, так как в семье мне быстро нашли работу. Я был вместо домработницы и уборщика. Снег чистил вокруг дома. Дед экономил на прислуге. Как я уже говорил, он вообще экономил на всем. Поясню позже эту его черту. Раньше я думал, что все это на благо клана, но недавно наступило прозрение. Так вот, насчет работы. Я решил начать с технической специальности, поэтому серьезно начал изучать всю доступную информацию. В доме был терминал с бесплатным выходом в местную глобосеть, усовершенствованный вариант земного интернета, так что все свободное время я посвящал тому, что сидел в сети и искал возможность найти работу, не забывая продолжать самообразовываться. Хотя бы стажером, без получения заработка, просто чтобы получить знания. Во время этого поиска выяснилась интересная особенность нейросети и базы знаний. Ох, сколько времени я потратил, пока не стал в теории спецом по нейросетям и в этих самых базах знаний. Жаль, устанавливают их только в 18 лет, когда нейронные цепи в мозгах разумных окончательно сформировываются. До этого времени организм растет и устанавливать их не рекомендуется. Так как Турия, хоть и считалась отсталой планетой, но имела население, превышающее 100 миллионов жителей, так что в столице находился офис корпорации нейросеть. Башня в 200 этажей, причем офисы там не сдавали, все здание принадлежало корпорации. Ну да ладно, об этом позже. Сначала о том, как нашел работу, а потом уже и о клане, к которому я принадлежал, как и все члены семьи. Так вот, изучая всю информацию, я не забывал также изучать и столицу. Оказалось, под городом, в котором было 20 миллионов жителей, находилась разветвленная сеть пещеры-катакомб. Вот, спустившись однажды в такие пещеры, я и столкнулся с парнем моих лет. Но потом ничего, даже сдружились. Он оказался внуком владельца ремонтной мастерской. Вот с ним я и поговорил насчет трудоустройства. Тот сам там постигал азы, так что, подумав, пообещал посодействовать. В парне, а звали его Рэй, меня, болевшего техникой, привлек наручный коммуникатор. Это, можно сказать, замена нейросети для детей и подростков, пока те не установят ее себе. В моем бывшем клане только у взрослых были такие коммуникаторы, да и то не у всех. Дед экономил на всем, жили впроголодь. Я тоже получал малопищу, из-за этого был как тростинка, и меня шатало на ветру. Ну, вернее, делал вид, что шатало. Метаболизм был такой, отчего я дистрофиком казался, а на самом деле подколымить на стороне я всегда был не против. Но об этом позже. Кстати, все население Турии выглядело так. Низкорослые, коренастые, черноволосые, со слегка раскосыми глазами. Я в Союзе работал в Средней Азии, шахты для ракет строил. Так вот, турки, как здесь называли жителей Турии, были очень похожи на казахов. Как ни странно, дед Рея меня взял, и несмотря на то, что я больше всего интересовался космосом и особенно кораблями, что его бороздили, для меня это уже была как мания, я хотел вырваться с планеты, легко усваивал то, что мне давал господин Ненс, техник и член клана Ненсов. В кланах не было привычки брать чужих людей, хоть Ненсы и Генсы во вырождении состояли, однако о причинах согласия техника я узнал позже. Дед договорился, но с условием, что когда я обучусь, вся моя зарплата пойдет на счет его клана. Правда, он не сразу узнал, что бесплатно учиться я буду два года, а не год, как это обычно практиковалось. Это уже была моя договоренность, та морковка, которой я поманил техника Ненса. Скажу честно, мне очень нравилось работать в мастерской, и эти два года и восемь месяцев, если быть точным, я не сидел без дела и учился, впитывая, как губка, все новые для меня знания. Однако, несмотря на то, что я работаю в мастерской больше двух лет, стал неплохим техником, мне нужно было еще учиться и учиться. Я старательно поднимал свои знания, тем более в мастерской это было поставлено хорошо, от теории до практики, то есть систематизированное обучение, подготовленное специально для членов клана, им меня учили по этим методикам. К тому же, я тратил все левые средства на продолжение образования, не у Ненса, у других спецов, собираясь стать разносторонним специалистом. Два года обучения я жил в мастерской, там нам с Рэем была подготовлена жилая комната, на этом настоял господин Ненса, поэтому в головном особняке главы клана Генсов я бывал периодически, сначала раз в неделю, потом и раз в месяц, с трудом находил время, чтобы пообщаться с соклановцами. Времени действительно не хватало, за полгода я практически освоил все то, что давал мне техник Эдиос Ненса, изрядно удивляя ее этим, однако больше всего я увлекся программированием и перешел на новую стезю. Тот знал азы программирования, я бы сказал, первый уровень базы программирования, скорее даже полуторный уровень, он меня этому обучил, дальше я уже занимался сам, скачивая методики обучения из глобонета. Там, конечно, были только устаревшие, что выбрасывали в мир местные хакеры, но это давало мне возможность усовершенствоваться. Кстати, хакеры, что на Турии, в содружестве были вне закона, у судов при поимке этих продвинутых хулиганистых специалистов был только один вердикт, казнить. Не очень приятная прерогатива, поэтому я старался скрыть свое увлечение, маскируя это увеличивающимися возможностями по установкам слетевших ПО на разные механизмы, компы, планшеты и коммуникаторы. Так что я действительно считал себя неплохим программистом, уровень третий с переходом на четвертый, если по базам знаний считать, да и то скорее собственное самомнение. С программированием тоже получилось не так просто, а с одного места. Получил, так сказать, толчок. Тот случай я припоминаю очень хорошо. На улице шел местный дождь, от которого все попрятались. На земле он бы назывался крупным убийственным градом. Когда в нашу мастерскую влетело трое молодых парней, по комбинезонам и внешнему виду, сразу можно было понять, что они из высших слоев общества. Отряхиваясь от снега и болезненно морща, строгая наливающиеся синяки от града, они стали с интересом оглядываться, стараясь понять, куда попали, при этом весело переговариваясь. На тот момент наставник был занят личным заказом главы клана, поэтому к ним вышел Рэй как представитель клана. На вежливый вопрос, что те забыли у нас, парни без особого снобизма осмотрели Рэя, а ответил тот, что был в комбинезоне пилота с нашивками стажера. Турия хоть и была ленной планетой многих лордов, но все же у нее был свой охранный флот, состоящий из 27 серьезно устаревших кораблей, и там служили многие аристократы. Ах да, корабли принадлежали лорду Абриксу, владельцу столицы, номинальному хозяину Турии, именно ему и шли откупные за возможность покинуть планету. Хм, хмыкнул стажер и задумчиво осмотрев стеллажи, встретился со мной взглядом. Я сидел за отдельной конторкой и восстанавливал ПО у коммуникатора. Его принесли с улицы какие-то парни, думаю, краденый, мастерская занималась скупкой краденых вещей у молодежных банд, правда, об этом умалчивалось. Сюда ходили только прикормленные избытчики краденого, которые знали, что тут дадут лучшую цену. Под прилавком лежал второй коммуникатор, более навороченный и еще планшет. Последние трофеи небольшой банды Тикса, кстати, моего знакомца, столкнулись однажды на темной улице во второй месяц моего стажерства в мастерской. Ладно, он меня узнал и отпустил с миром. Парень хоть и очень силен и туповат, но и до него дошло, что трогать спеца из мастерской по сбыту трофеев не стоило. После этой дружеской встречи, во время которой он я стал носить с собой отремонтированный, собранный буквально из обломков военный шокер. Недолго кто-то слил меня деду и тот отобрал все технические средства, что я носил, кроме восстановленного коммуникатора, что я собрал из разных частей. Для неподготовленного человека это было как работа Франкенштейна, выглядело действительно ужасно, но для меня главное, что он работал и никого не интересовал. Только чуть позже я узнал, что все, что отремонтировал для себя и считал своей собственностью, дед продал на сторону за неплохие деньги, все для пополнения семейного бюджета. Больше всего было жаль планшет, на котором я начал учиться писать первые программки по взлому, хиленькие правда, основа была слизана с хакерских сайтов, что пытается отследить и закрыть охранка местной СБ, и даже были некоторые удачи, однако планшет я потерял. Пароль был только у меня, но я его никому не сообщил, несмотря на приказ деда. Это я на принцип пошел, не люблю, когда на меня давят и заставляют что-то делать вопреки моему на то желанию. Именно тогда я получил свое прозвище сопротивленец среди членов клана и первые удары кнута. Их было три, и тогда они были щадящие, но я запомнил и начал впоследствии копать под деда, так что планшет пришлось форматировать и продавать так. Это заметно снизило его цену, но ну да ладно, дело прошлое, тем более я успел отомстить деду за этот случай и за прошлые, когда спустя пару лет наконец дистанционно взломал его навороченный коммуникатор, на котором тот неосмотрительно держал часть своего архива и незаметно скачал его. Тогда я и узнал, что в действительности произошло с родителями этого тела, а не то, что подавали мне, причем делая это так, что я должен был благодарить клан, который принял меня обратно. От воспоминаний меня отвлек звук бегущих шагов, наносившихся из глубин пещеры и знакомое сопение. С ужасом я опознал в нем сопение подручного деда, которого я мысленно прозвал Янычаром. Дед его использовал для темных дел, уверен, именно он и продал работорговцам мать этого тела. Себя я ее сыном не считал, все же другая личность, но информацию об этом слил кому надо. Кому надо, это другие члены клана, главы семей. Думаю, пока я, сдирая кожу с пальцев, экстренно выбирался из пещеры наружу, получив ураганную долю адреналина и бежал по тропке в сторону далекой дороги, можно описать о причинах стойкой неприязни, возникшей у меня к деду. Если у того и были какие-то чувства ко мне, то он их тщательно скрывал. КОНЕЦ